Добрый день, дорогие друзья! Всем здравствуйте! Привет! Хэллоу! Нихау! И вновь с вами я, Виктор Бутусов. И шоу Авторизация. Шоу про интернет и для интернета. Наше шоу развлекательное и познавательное. Но как мы можем начать наше шоу без наших звездных гостей? Алена Кравец и Прохор Шаляпин! Алена, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, кто сегодня с вами в команде? Мои друзья. Мариана Абровитова. Она психолог, таролог. И мой помощник, друг Руслан. Руслан и Мариана. Отлично! Давайте, друзья, мы поаплодируем вашей команде. Придумали ли вы название вашей команды? Знаете, когда вот еще под знаком вопроса, вот приедет, не приедет мой помощник, мы хотели назвать феечки, ведьмочки. А сейчас вот как-то он на ведьмочку. Если только рыжий парит какой-нибудь на него, понимаете? В общем, Руслан спутал нам все планы. И теперь мы просто маги. Маги. Магик. О, прекрасно! Команда магия! Прохор, здравствуйте, очень рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, про вашу команду, кто сегодня с вами играет. Это мои замечательные друзья Дмитрий. Он занимается криптовалютой. Я сам не знаю, что это такое, мы очень много об этом говорим, но я никогда не разбирался в этом, он расскажет подробно. И Ольга, мое, как говорится, правое крыло, помогает мне по всем моим ресурсам, и она по совместительству еще работает в музее. Ольга и Дмитрий. Ольга и Дмитрий, отлично! Аплодисменты, друзья мои! Как мы назовем вашу команду? Ну, так как всех нас, троих, объединяет одно, мы очень любим поесть ночью, наша команда будет называться «Любители поесть». Любители поесть! Отлично! Ваши аплодисменты, друзья мои! Итак, «Любители поесть!» Против магии! Но вы не одиноки насчет дожора ночного поначалу. Может быть, нам в одну сочинку не жениться еще те. Я видел в Инстаграме, ты видишься какие-то. Да, ты видишь, что это я ем только ночью, исключительно. И вот такая магия, что вы едите только ночью, и так прекрасно выглядите. Правила нашего шоу. Авторизация шоу про интернет и для интернета. Три раунда за победу в каждом раунде команда получает два балла. Проигравшая в раунде команда получает наказание. Если команда выполняет наказание успешно, то зарабатывает один балл. Первый раунд. Вот это шутники. Десять вопросов. Каждая команда отвечает на свой вопрос по очереди. Если команда ответила неправильно, у нее есть возможность отшутиться. За смешной ответ можно получить 0,5 балла. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Если у нашей команды нет вопросов, мы можем приступать. Конечно, приступаем. Отлично. Алена, я предлагаю начать с магии, чтобы наш выпуск был максимально магическим. Давайте начнем с вас. Итак, приготовимся. Первый вопрос. Внимание на экран. Что два геймера делают на этом кадре в видеоигре? А. Демонстрируют дружбу народов, противостояние с вирусом. Б. Виртуально женятся из-за отмены свадьбы офлайн. В. Готовят массовый суицид через сожжение своих персонажей и удаление аккаунтов. Время пошло. Ваши варианты давайте обсуждать. Ну, конечно, женятся. А как вы так решили? Где вы это увидели? Так огонь, он всегда был у человечества неким объединением, очагом, рядом с которым собиралась семья. А вы не работали там, молодой? Вы сейчас так сказали, как просто хранительница домашнего очага. Это очень приятно. Это магия. Я себе запишу и буду так говорить на свадьбах. Ну, я думаю, что да. Скорее всего, виртуально женятся. Виртуально женятся. Отлично. Вы готовы? Это ваш финальный ответ? Да. Да. Итак, проверяем правильный ответ. Ну, конечно же, Б. Виртуально женятся из-за отмены свадьбы оффлайн. Аплодисменты магии! Один балл в вашей команде. Итак, вопрос номер два. Группа ученых опубликовала статью в интернете под названием «Моя борьба для феминисток», взяв тексты известной книги и поменяв ряд тематических понятий на феминистские. До саморазоблачения статьи имели успех. Кто автор исходной книги? А. Карл Маркс. Б. Адольф Гитлер. В. Зигмунд Фрейд. Ваш вариант? Так, ну, ребят, что вы думаете? Ну, Гитлер, наверное, был феминистской первой. Ольга, ты как считаешь? Гитлер. Точно не Фрейд? Нет, Фрейд любил мужчин. Хорошо. Шоу-авторизация! Мы будем узнавать много нового и интересного специально для вас. Давайте все-таки Б. Адольф Гитлер. Ну что ж, проверим правильный ответ. Это правильно! Адольф Гитлер! Ваши аплодисменты! В команде любителей поесть на ночь. Мы переходим. Вопрос номер три для команды Магия. Что с недавнего времени можно отследить в Яндекс.Картах? Очереди в магазинах, передвижение граждан свободных девушек. Давайте подумаем. Я думаю, что... Нет, я думаю, что очереди в магазинах. Очереди в магазинах. Руслана, а что бы вы такили? В. Ой, свободных девушек. Конечно. У кого что болит, так называется? А я думаю, что очереди в магазинах. Я, конечно, бы склонилась к передвижению граждан в связи с последними событиями на земном шаре. Вот. Ну... Выберем что? Очереди в магазинах. Да, очереди в магазинах теперь можно отследить в приложении. А потому что мы магия. Но ты все-таки блондинка, хоть и магия. А вот угадала. А я белая. Итак, уважаемые команды, приступаем к вопросу номер четыре. Специально для вашей команды. Какой из этих хэштегов был самым популярным в июне 2018 года? Манекен челлендж, усы надежды или коронавирус? Да ты что? Какой из этих хэштегов... А, подожди. В 2018. Что было в июне 2018? Давайте думать. Усы надежды. Да? Чемпионат мира футболу. А, чемпионат мира футболу усы надежды, да? Ну, этот усатый же. Да? Ну, я только могу довериться знатоку. А ты вообще что ли не в теме? Я же не люблю футбол. Я тоже не люблю футбол. Ургант, Ургант, Ургант. Я футбол не люблю. Я бы весь футбол в России заменил бы на народные песни. Так. Это было бы интересно. Смотри, что все бы пели народные песни на стадионе. Время закончилось, и так ваш ответ. Усы надежды, Ольга. Усы надежды, давайте проверим. И это правильный ответ! Усы надежды, июнь 2018. Иван Ургант запустил этот флешмоб в поддержку Станислава Черчесова из сборной России по футболу. Я вас поздравляю. Спасибо. Мы переходим к команде «Магия». Вопрос номер пять. Какие две буквы мы закрыли на этой шуточной картинке, появившейся недавно? Ну, понятно, какие. Давид и? Мы прям сразу скажем. Какие там две буквы? Ковид. Ковид. А почему вы так думаете? Давид, ковид. Ну, потому что, видно, мужчина переболел ковидом. Он просто посидел, посидел. Потолстел, посидел. Покушал. Да. Я тоже бы хотел сейчас покушать, но, к сожалению, мне нельзя. Итак, ваш ответ – ковид. Ковид. Давайте проверим. И это правильный ответ! Две буквы «КО» – ковид. Аплодисменты. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос специально для вашей команды. В интернете можно найти такую шутку. Виктор Янукович заявил, «Мне нравится Гоголь, это мой любимый». Закончите фразу. Закончите шутку. Ну, Гоголь, мне нравится Гоголь, это мой любимый. Наверное, писатель, нет? Ну, это для Януковича, понимаешь, любимый. Да. Кем он мог назвать, зная Януковича, он мог его назвать кем угодно. Ты его лично знаешь? Нет. А это было бы интересно. В интернете можно найти такую шутку. Виктор Янукович заявил, «Мне нравится Гоголь, это мой любимый». Отличная мысль. Ну, кто? Отличная мысль, подумайте, сейчас вы очень правильные слова сказали. У нас, напоминаю, шоу про интернеты для интернета. То есть, и шутка должна быть интернет-содержание. Может быть, любимый политик действительно? Политик? Он не был политиком, это мы все знаем, но у нас, видите, выбора нет, гугла нет. Итак, готовы ли вы назвать свой ответ? «Мне нравится Гоголь, это мой любимый». Может быть, это что-то такое с браузером или вот вообще гугл? Гугл, точно, браузер, может, действительно. Ага, да. Браузер? Да, браузер, это мой любимый браузер. Итак, проверяем. «Мне нравится Гоголь, это мой любимый поисковик». Вы были максимально близки, гугл – это как браузер, так и поисковик, только не гугл, а гугл. Ну что ж, ваши аплодисменты, один балл уходит в вашей команде. Спасибо. И все любители поесть нано сейчас поддерживают команду Прохора. Мы переходим к вам. Алена, вы готовы? Да. Отлично. Вопрос номер семь специально для вас. Закончите интернет-шутку тремя одинаковыми словами. Все знают барона Минхаузена, но мало кто знает, как его звали. А ведь его звали… Карл. Как его звали? Карл. Карл? Уверили? Я очень мультики любила. И у меня еще доченька, она тоже мультики пересматривает. И вы недавно смотрели вместе с доченькой? Ну, я увлекаюсь мультиками, сказочками. А какие три слова тогда у нас получаются? Шутка состоит из трех одинаковых слов. И три слова. Карл. Карл? Карл? Что, я не боюсь? Ну, ваш ответ? Слово? Это будет Карл. Карл. Давайте проверим. И это правильный ответ. Знаешь, как зовут барона Минхаузена? Это мультики смотреть просто. Карл, Карл. Это, конечно же, отсылка к прекрасному сериалу «Ходячие мертвецы». И мы переходим к вашей команде. Вопрос номер восемь. Прохор, вы готовы? Не очень, но куда деваться. А команда? Я прихожу в себя. Какой ужас. Вы сейчас справляетесь невероятно хорошо. Спасибо вам. Большое спасибо. Я вам помогаю. Посылаю лучи надежды. Вопрос номер восемь. Внимание на экран. В одном из интернет-опросов на вопрос «Пользуетесь ли вы этим?» утвердительно ответили все участники опроса. Это часто сравнивают с результатом творчества некоего животного. Назовите это животное. Ничего себе, закрутили, завертели. Давайте подумать логически. Начнем с первой части. Нам нужно понять, что же это такое. Ну, понятно, что надо понять, что это такое. Я вас поздравляю. Мы почти добрались до финала. С результатом творчества некоего животного. У животных разве есть творчество какое-то? Хотя, если взглянуть на нашу эстраду... Главное, это была шутка. Так, подожди. Так, давайте еще раз разберем. Пользуетесь ли в интернет-опросе... В интернет-опросе. В интернет-опросе. Не на улице спрашиваю. На вопрос «Пользуетесь ли вы этим?» утвердительно ответили всем участникам. То есть, пользуетесь чем в интернет-опросе? Могли спросить, что там пользуются все эти? Чем мы пользуются? Интернетом, наверное, все пользуются. Неплохо. И это часто сравнивают с результатом творчества некоего животного. Назовите животное. Паутина, может быть. А животное? Паук. А это разве... Это же насекомое, а не животное. Если это паук. Наш ответ. Ну хорошо, паук. Но паук, наверное. Давайте проверим. Паук! Аплодисменты! Интернет сравнивает с мировой паутиной или глобальной сетью, что отсылает нас к паукам. Животным семейства членостоногих паукообразных. А, это животное все-таки, да? Конечно. Простите, по биологии была тройка. Друзья мои, шоу «Авторизация» не только развлекаемся, но и образовываемся. Мы переходим к вам. Вопрос номер девять. Приготовились. Внимание на экран. Как переводится аббревиатура Wi-Fi? Беспроводной интернет, фамилии основателей, Виньон и Фидекс, беспроводная точность или поиск победителей? Давайте, размышляем. Ну, если логически рассуждают. Наверное, Б. Наверное, А. А мне кажется, Б. Или Б. Беспроводной интернет или фамилия основателей? Виньон и Фидекс. Вайлес Фиделис, да, по-моему. Я думаю, что Б. Отлично. Как команда, согласны? Склоняюсь. Да, Вайлес Фиделис. Ну, 90%, что Б. Да, скорее всего так, да. Это ваш финальный ответ? Всегда называют. Да. Мы за Б. Ну что ж, время подходит к концу. И, внимание на экран, ответ. И это неправильный ответ. Беспроводная точность. Аббревиатура Wi-Fi от английского словосочетания Wireless Fidelity дословно расшифровывается как Беспроводная точность. Нет, ну я же была почти точна. Почти. Ну я же так и сказала, Вайлес Фиделис, а вы? Ну такое бывает, почти не считается. А как это так? Так нечестно. Толстячкам там засчитали? Мы не толстячки. Люди не поесть на ночь. Это разные вещи. Можно попробовать отшутиться? Придумать какую-нибудь... Давай шутим как раз. Хардкорная игра-то. Я бы поспорила вот с этим названием Беспроводная точность. Потому что, например, в поездах РЖД никакой беспроводной точности не существует. Хотя там написано Wi-Fi. Да-да-да. Я соглашусь с этим. Давайте поаплодируем. Я думаю, что за этот ответ мы можем учислить 0,4 балла. Беспроводная точность. Ну что, друзья мои, мы продолжаем и переходим к вашей команде. Вопрос номер 10. Что появилось раньше? Google Glass, PlayStation 4, AirPods или Яндекс станция? Давайте подумаем, что же появилось раньше. Город Яндекс станция, да? Это Город. А, простите. Это ГРЯ. Это ГРЯ. Вряд ГРЯ. Сейчас это, да. Я не настолько тупой, просто душно. Все хорошо. Так, Google Glass, PlayStation. Оль, ты в интернете прости делал всю жизнь. Расскажи. Как вы думаете? Давайте думать логически. Что было раньше, что было позже? AirPods. AirPods. AirPods это что? Это наушнички. Наушнички AirPods. PlayStation это приставочки. Подсами и станцией. А PlayStation 4? Нет, нет. Она уже поздно появилась. Может, Яндекс, нет? Яндекс скорее. Яндекс или AirPods. Что-то из этих двух появилось. Итак, ваш ответ. Появилась раньше. Ну, давайте Яндекс. Яндекс станция? Нет, нет. Google, наверное. Яндекс, Яндекс станция. Подождите, Google раньше всего. Итак, ваш ответ. Google не появилась раньше. Это Брин уже их укопал. Ну, давайте Яндекс. Итак, внимание на экран. И правильный ответ. B, PlayStation 4. 15 ноября 2013 года консоль PlayStation 4 поступила в продажу на территории США. Google Glass стала доступна 15 мая 2014 года. AirPods 13 декабря 2016 года. А Яндекс станция. Официальный старт продаж в России 10 июля 2018 года. Ну, что вот путать меня. Я сказал же PlayStation. Не, ну, если бы написали Dendy, я бы сказал Dendy. Ну, это естественно. К сожалению, мы не подготовили такие ответы. Поэтому мы увольняем сценариста. Мы увольняем сценариста. Так, PlayStation 4. Можно попробовать как-нибудь шутить? А шутиться я позаботлю. Да, Оль, давай. Шути. Ты у нас росла. А вы знаете... Можно пошутить. Ты уже про Dendy пошутил. А, надо про это пошутить. Давайте, ладно. Мы не будем шутить. Не до шуток сейчас. Ну... Мы пролетели. Пролетели как по нервным спорям. Хорошо. Отлично. Ну что ж. По итогам первого раунда. У команды любителей покушать на ночь 4 балла. И у команды «Магия» 4,4 балла! Ваши аплодисменты! Мы сделаем вид, что мы очень рады! Ну что ж, по итогам первого раунда команда победившая получает 2 балла. Команда проигравшая получает наказание. Мы переходим к наказаниям для команды «Любители покушать на ночь». Внимание на экран! Специальные наказания для вас. Вы можете выбрать любое наказание по его названию. Пойми меня! Пойми меня! Отличный вариант! Наказание «Пойми меня» за 60 секунд участники должны словами объяснить 6 слов без однокоренных. Ну что ж, Прохор, вы готовы? Давай, поехали! Время пошло! В общем, это вот нажимаешь вот так и... Пульт! Нет, еще в игры играть, чтобы... Джойстик! Вот, значит, это вход, чтобы флешечку вставить. USB! Правильно! Значит, когда ты приходишь в гости ко мне, ты набираешь что? Вот! Код! Правильно! Так, дальше. К компьютеру прикрепляется, чтобы, знаешь, так быстрее... Клевиатура! Нет, еще... Мышка! Правильно! Значит, ты смотришь в компьютер, это называется... Экран-монитор! О, так, и это новость, которая не существует... Фэйп! Аплодисменты, друзья мои! Прохор невероятно справился со своим наказанием и получает целый балл! Я вас поздравляю, Прохор! Пять лет по всем программам сниматься! Это прекрасно! Вы готовили специально для нашей программы! Ой, мне аж голова заболела! Второй раунд! Фэйки, не фэйки! Десять фактов! Задача команд на скорость определить, правда факт или ложь. Отвечать можно только после нажатия кнопки. Команда, набравшая больше правильных ответов, побеждает. Самое главное, за фальшстарт, если команда нажимает слишком рано на кнопку, не дождавшись того, как я закончу вопрос, ход переходит к команде противников. Итак, команды приготовились! Руку над кнопочкой не держим! Вопрос номер один. В Японии существует класс людей, которых называют кибербездомными. Правда или нет? Правда! Ваш ответ? Вы были первым? Хорошо. Команда Прохора была первой. Да, нажали. Теперь ответ. Три, два, один... Правда! Давайте проверим. Так не честно! Это правда! Они ночуют в интернет-кафе, предлагающих отдельные закрытые ячейки и бесплатный душ. Вопрос номер два. На смайлике синий цвет обозначает слезу. Правда или нет? Да. Правда. Конечно. Раз, два, три. Вы сказали правду. Давайте проверим. Ответ. Это ложь! Согласно стандарту Unicode, этот Эмодзи называется Sleepy Face. То есть голубой пузырик символизирует сон, а не слезу. Вот так вот, друзья мои. Теперь мы сможем правильно печатать смс-очки и вставлять нужные смайлики. Представляете себе? Вообще, у меня даже такого смайлика нет в моем телефоне. Можно потом пролезать. Странно. Но я такими не пользуюсь. Я отправлю сообщение. Так, ну что? Продолжаем. Ну что ж, команды, поехали. Вопрос номер три. Нажимай. Из каждодневных запросов в Гугла около 30% абсолютно новые. То есть никогда не встречавшиеся к Гуглу ранее. Да. Правда ли ложь? Ложь. Очень уверенно. Я вас верю. Ну да что, давайте посмотрим на правильный ответ. Это ложь! Таких не более 15%. Аплодисменты команде Магия. Продолжаем. Вопрос номер четыре. Официальный твиттер-аккаунт Швеции ведется не чиновниками, а обычными подданными страны, которые сменяют друг друга. Правда. Да. Правда. Давайте проверим. И это правильный ответ! Аплодисменты! Так, подождите. Мы пролетаем, как фанера. Кто там так жмет эту кнопку? Активная, не понимаю. Мы телепатически нажимаем. Кнопочку кладем, да? Ждем. По отмашке. Ну что ж. Мы продолжаем. Вопрос номер пять. Девушка Гарри Кремена, основавшего самый крупный в интернете сайт знакомств, ушла от него, познакомившись с кем-то другим на этом сайте. Так. Правда. Правда. Давайте проверим. И это правда! По словам Кремена, именно тогда он понял, что его проект достиг успеха и хорошо выполняет свои функции. Аплодисменты команде Магия! Мы переходим к вопросу номер шесть. Прохор, как вас состояние? Я что-то не понимаю, что это такое. Алена, ты кого там позвала в свою команду? А потому что это магия. Как говорится, как команду назначаешь? Алена, все под богом ходим. Подумай о господи вашем. Есть надо меньше, поменьше есть, да? Это несправедливо. Все будет замечательно. А если есть, то надо больше. А мои наелись и спят уже, понимаешь? Все. Ты возьми себе прям кнопочку, возьми. Давай. Ну что ж, команды готовы? Вопрос номер шесть. Основатель в фейсбук Марк Цукерберг страдает дальтонизмом, плохо различая оттенки красного и зеленого цветов. Ну все, мы первые. Теперь осталось взять правильный ответ. Да, вы знаете, правда ли это? Правда ли это или ложь? Я не знаю. Я не знаю. Три. Страдает? Два. Один. Неправда. Неправда. Я об этом никогда не слышал. Давайте проверим. Это правда. Одна из причин того, что дизайн фейсбук выполнен в синей гамме. Цукербергу доступны для восприятия все варианты синего. Поздравляю. С чем? С тем, что вы узнали новый интересный факт. А мы все деньги его считали, а это не знали. Мы переходим к вопросу номер семь. Ну что ж, команды приготовились. Название браузера Mozilla Firefox связано с лисой. Огненная лиса. Это правда? Правда. Ложь. Правда. Огненная лиса. Я знаю точно. И это ложь. Firefox по-английски. Это малая панда. Животное размером чуть меньше кошки. Однако на логотипе браузера изображена лиса. А что это вы так радуетесь? Потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды. Алена, мы не на пусть говорят, мы не ругаемся. Все хорошо. Да что ты все равно. В целом можно кругаться? У нас есть какие-то поводы. Нет, мы все ругань на пусть говорят. Здесь давайте веселиться. Ой, а мы веселимся. Ну что ж, команды готовы? Да. Готовы? Да. Ура! Давайте! Много там еще вопросов с этой кнопкой. А, еще три вопроса. А, ну давай, хорошо. Приготовились. Вопрос номер восемь. Одним из первых проданных предметов на ebay стала сломанная лазерная каска. Ну ладно, они первые ответили. Ладно, пусть отвечают. А у них кто-то сгорелся? Я, например, не знаю. Я не знаю даже. Итак, переходим к вам. Неправда. Неправда. Давайте проверим. Ура! Это правда! Первым предметом на ebay была продана лазерная каска. Прохор, ты меня сглазил, Прохор. Они нас сглазили. Итак, последние два вопроса. Два вопроса. Приготовились. Давайте. Так. Задолго до того, как в интернете возникла и стала популярной аббревиатура LOL, в голландском языке существовало вполне литературное слово LOL со значением смех-веселье. Правда. Давайте проверим. И это правильный ответ! Балл команде магия. Прохор, они что, в суперфинал выходят? Вопрос, все веселее-веселее. Ты в суперфинал собралась? Да. Итак, продолжаем. Вопрос номер 10. Внимание, команда. В судебной системе Германии Википедия на немецком языке считается общепризнанным достоверным источником информации. Так, ну хорошо. Вы знаете, правда это или нет? Нет, это ложь. Три, точно? Два, точно? Один. И ваш ответ? Ложь. Точно? Давайте проверим. Это правда. В Германии Википедия считается общепризнанным достоверным источником информации. Подождите, я есть в Википедии. Сейчас я там напишу, что я президент Германии. Приеду в Германию и что это будет? Главное на немецком напишите. Видимо так. У них такой заплант. Хотя там президент-то ведь никто не знает. Это же реальная идея. Ну вообще да. Как вам идея поехать в Германию стать президентом? Там Ангела правит. Чудесная женщина. Но она не президент, она вице-канцлер. А вы станете президентом? Ну короче, для меня это шок. Ну что ж, и во втором раунде со счетом 4-1 побеждает команда «Магия». Радостные ребята, не на корову играем, что ж бы. А название самого умного в интернете. Ну что ж, Прохор, переходим к нашим любимым наказаниям. Какой больше нравится? Запрет. Давайте запрет. Ну что ж, Прохор, мы переходим к наказанию «Запрет». За 60 секунд участник должен объяснить 4 слова, не называя слова «Запреты». Хорошо. Вы готовы? Ну ничего, тогда. Итак, время пошло. Ольга, ты занимаешься все время моим сайтом. Так. Дальше. Мы, когда работа, не работа, составляем… График. Так. Это делает, вот когда вот так вот много, вот уже здесь все, делают на это… Ну, определить, что там, пирожки или ребенок. УЗИ. Нет, ну на это делают. Ну, слушайте. Анализ? Ну, как еще? Последование? Еще это называется, продается в аптеке. Тест. Так, да. Так, еще, еще. А, да. Ты занимаешься моими… Ресурс. Еще. Группы. Делали. Еще. Это называется многое. Осталось немного времени. Так, так, так. Ну, там люди еще. Группы. Еще это называется. Группы где находятся? В интернете. И как это все называется? Сообщество. Аккаунт. Нет, нет, нет. Ну… У нас еще в стране было до 91-го года это. Власть. Ну, стоп! Социальные сети, блин. Почти, почти, Прохор. Вам оставалось одно слово. Вы не справились, к сожалению. Ничего страшного. Но я думаю, что эта команда заслуживает аплодисментов. Раунд номер три. Старорус. Восемь современных понятий, описанных в старорусском стиле. Команды отвечают на скорость. Отвечать можно только после нажатия кнопки. Если команда ответила неправильно, возможность ответа переходит к команде противника. Готовы? Готовы. Готовы? Готовы. Ура! Супер. Ну что ж, мы приступаем. Первое четверостиши. Ева молвила тут снова. Вышла новая обнова. Змея трогала сама, дай же мне его сюда. Что же это? А что имеется в виду вообще? Вот это и нужно понять. Ева молвила тут снова. Вышла новая обнова. Современная, современная пояса. Змея трогала, змея трогала сама, дай же мне его сюда. Новость. 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 Имеется в виду. Ева молвила тут снова. Вышла новая обнова. Змея трогала сама, дай же мне его сюда. Ваш ответ новости. И это неправильный ответ. Мы переходим к вашей команде. Мода, шопинг, покупка. Мода, шопинг, покупка. Как вы думаете, вы близки? Это ваш ответ? Ну, смысл такой. Три, два, один. Шопинг. Давайте проверим правильный ответ. Правильный ответ. Айфон, друзья мои. Эппл. Еба молвила тут снова. Вышла новая обнова. Змея трогала сама. Дай же мне его сюда. Айфон. Ваши аплодисменты, друзья мои. Мы сегодня будем сдавать много нового. Это невозможно было отгадать. Дима сказал яблоко. Вы слышали этого? Прогрутите запись. Вы нам это шерма не донали. Следующий вопрос. Решил потешиться? Руки чешутся сами. Готов сидеть ты в халупе часами сидеть и потеть. Жмякай кнопки. Все развлечения теперь в белой коробке. Так. Интернет. Интернет игры. Четыре. Решил потешиться, руки чешутся сами. Готов сидеть ты в халупе часами. Сидеть и потеть, жмякай кнопки. Все развлечения теперь в белой коробке. Ваш ответ. Интернет. Пять, четыре, три, два, один, стоп. Интернет. Интернет. Хорошо. Приходим к вашей команде. А, что, неправильно, да? Неправильный ответ. Нет, ну в белой коробке и все развлечения в белой коробке. Теперь в белой коробке. Белая коробка, это, наверное, компьютер, нет? Компьютер, процессор, может быть. Так, ну что, в белой коробке, руки чешутся сами. Ну да, компьютер-то разных. Итак, ваш ответ. Компьютер. Давайте проверим. Это Sony PlayStation 5 теперь в белом корпусе. Простите, пожалуйста. Мы следующий раз перейдем его и делаем. Уволяйся с дизайста. Переходим к следующему вопросу. Готовы? Да, мы что, не отгадали, что это получается? Нет, не отгадал. Ну а компьютер-то тоже компьютер подставить PlayStation. Ну, не совсем. Ну ладно. Окей, мы переходим к следующему вопросу. Внимание. Волшебники как-то создали чудо. Над ним они взяли скорее контроль. Объединяет устройство причуда, когда нею синизубый король. Bluetooth. И это правильный ответ. Bluetooth. Аплодисменты, друзья мои. Как ты догадался? Вау, команде. Любители покушать на ночь. Как вы догадались? А у меня синие зубы все. Точно так же, как у одного датского короля, который и объединил Данию в честь него. И был назван Bluetooth. Ничего себе. Надеюсь, что я видел. Переходим. Алена сидит уже недовольная. Смотрите, как будто я не Дана Борисова вроде. А что, сразу видно по мне? Недовольная. У меня все видно на лице. Сразу видно. Так, ну что, поехали? Поехали дальше. Мы переходим к следующему вопросу. Петр окно в Европу прорубил. А что за оконцы открыл нам Билл? Оконцы открыл нам Билл. Какое оконце? В Европу Петр прорубил, а Билл Гейтс, да? Windows. Это мой ответ Windows. Интернет открыл? Windows. Проверяем. И это правильный ответ Windows. И еще одним баллом ваши громкие аплодисменты команде любителей покушать на ночь. Я слушаю твои аплодисменты. Мужичок зимой замерз и мается. Что у яблока на холоде уменьшается? Первая была команда Магия. Ну а что ты-то не жмешь? Как вы думаете? У меня руки короткие. Мужичок замерз и мается. Что у яблока на холоде уменьшается? Хвостик. Это отличный вопрос. Я вам начисляю за этот вопрос две звездочки. Мы играем на баллы, но две звездочки за этот вопрос. Переходим к вам. Что? Зарядка. И это правильный ответ ваша аплодисменты. Но. Мне это не очень понравилось. Наш был лучше. Еще пару пальчиков. Но, к сожалению, другие. Итак, мы продолжаем. Следующее слово. Отправил мальчик Паша бумажный самолетик. Закрыть его хотели, за топ хотя бы на годик. Телега! Дуров Паша! И это правильный ответ! Телеграм! Россия! 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 Шоу-авторизация. Самое патриотическое шоу в Рунете. Ален, я, честно говоря, вообще не... Я даже не понял, о чем вопрос. Я вопрос... А ошибается, как простой человек. Так. Пусть Алена ответит. Алена? Пусть решит. Ваш вариант. Вот какой-то. Она все равно не знает ничего. Вот какой-то. Неплохо. А у нас время подумать. Как еще есть? А? Давайте поразмышляем логически. Он вроде бы робот. Машина. Хай-тек. А ошибается, как простой человек. И мы сейчас говорим про современные технологии. Что? Что вы ждете? Ну, любой вариант. Первое, что приходит в Гуру. Ну, вот я свой вариант сказала. Какой? Бот. Да. Это ваш финальный ответ. Финальный ответ команды Магия. Пусть будет бот. Вы были очень близки, но мы переходим к команде. А что сказали, они ошиблись? Бот. Бот? А, так, сейчас. Он вроде бы робот-машина хай-тек, а ошибается, как простой человек. Искусственный интеллект. Так, нет, подождите. Еще что-то может ошибиться. Вот что-то в компьютере может ошибиться. Процессор? Он вроде бы робот-машина хай-тек. А, он не... Он вроде бы. Он ошибается, как простой человек. Программист. А, вроде бы робот. Нет, машина. Он вроде бы робот-машинный хай-тек, а ошибаюсь, как раз программист нет. Подожди. Ну что ж, пять, четыре. Ну что? Четыре. А? Два. Ну давай программист, ладно. Программист, давайте проверим. И правильное слово было андроид, друзья мои. Вы были близки, но нет. Ну, Андрюшка ж не машина. Ну, знаете, нам от... Что андроид, что год, мы в принципе правильно отгадали. Друзья, самое главное тут вот что. Нам от вас ничего не надо. Еще две звездочки. Дайте мне фразу-то сказать. Нам от вас ничего не надо, лишь бы у вас ничего не было. Нет, я имею в виду в игре, ну как бы, вы же не выиграли тоже. Лежат два черных кирпича, без проводов, без ничего. Это рано. Еще не закончили, Прохор, старт. Прохор, ну что вы, подождите меня. Ну ладно, ладно, давайте еще раз, извините. Лежат два черных кирпича, без проводов, без ничего. При этом шлют все в общий чат, при помощи чего? Итак, Прохор. При помощи чего? Без проводов лежат два черных кирпича. Ничего в этом, так без проводов, в общий чат, при помощи чего? При этом шлют все в общий чат, при помощи чего? Можно нам? Импульсы. Импульсы, хорошо, переходим к вам. Чем там печатают в общий чат? Пальчиками. Пальчиками. Так, подожди, ну да, кириллицы. Они все равно сейчас продуют, ничего не ответит. Ну, давайте проверим правильный ответ. Правильный ответ студия. И это интернет. Ну, интернет, ну я же ядышком, интернет. Мы переходим к итогам третьего раунда. И в этом раунде у нас побеждает команда любителей повесть на ночь. Но и это еще не все. К сожалению, команда магия проиграла в этом раунде, поэтому давайте выберем с вами наказание по вкусу. А может, что-то попутал? Ну, давай попробуем. Или мудрость. Рекомендую мудрость. Или про три очки. Тут и есть рекомендация, да. Рекомендуем мудрость. Вам понравится. Мудрость? Нам ближе видно. По мудрости. Мудрость. Мудрости. Прекрасный выбор. Раунд мудрости. За 60 секунд участники должны проговорить 7 пословиц, так как они звучат в оригинале. Вы готовы? Готовы. Боевой дух вперед. Ну что ж, время начинается. Поехали. Собака тоже друг человека. Утопающий что? Спасение утопающего рук самих утопающих. Нет. Есть. Пропускаем. Давайте дальше. За любую соломинку. За любую соломинку. Утопающий. Не совсем там, другое слово. Поехали дальше. Не хлебом единым, жив человек. Правильно. Далее. Что за шум, а драки нет. Правильно. Далее. Век живи, век учись. Правильно. Далее. Слышим. Он не знает, где он. Абсолютно верно. Дальше. Как всякое хотение есть. Как всякое хотение есть. Так, пропускаем. Пропускаем далее. Не было у бабы забот. Купил порося. Купил порося. Абсолютно верно. Ваши аплодисменты, друзья. Вы были очень близки, мои друзья. Но нет, вы не справились буквально с одним словом. И вы не зарабатываете балл. Но это ничего не значит, потому что пришло время подвести итоги нашего шоу. У нашей команды «Магия» 4 балла. Ваши громкие аплодисменты. А у команды «Любители поесть на ночь» 3 балла. Побеждает команда «Магия». Вот так вот. Потому что мы в первых двух дали жару. Ну что ж, призы в студию. Вы получаете заслуженное серебро, а вы заслуженное золото. Золото. С вами было шоу «Авторизация». Шоу про интернет и для интернета. Спасибо вам большое за просмотр. Нажимайте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш канал. И главное, помните. С вами был Виктор Бутусов. Живите, любите. Пока! Докажи, что ты лучший в интернет-цивилизации. В миру выйдет, кто круче. Наша авторизация. Авторизация. Наша авторизация. Я год 라라. Оuh. Житаю. Продолжение следует...